Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Акцент». Я по-прежнему ее ведущий Юрий Алаев. И сегодня мы беседуем с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Равкатовичем Гафурум о зарплатах сотрудников университета, точнее, об окладах отчасти зарплат, а еще точнее, о грядущем повышении этих окладов. Ильшат Равкатович, спасибо, что согласились ответить, может быть, не на самые такие приятные вопросы, потому что зарплаты всегда не хватает, да, денег всегда всем не хватает, повышай, не повышай, но тем не менее. С 1 октября принято решение, что с 1 октября должностные оклады профессорского преподательского состава, научных сотрудников, административного права, ну, фактически всех, да, работающих в университете, будут повышены. В процентном отношении, вот я посмотрел проектировку, да, финансового департамента, 4-5 процентов. В абсолютном исчислении мы об этом чуть подробнее поговорим, потому что мы до эфира разговаривали, данные немножко мои, расходятся с теми, которыми вы располагаете. Они у вас, конечно, более детальные и подробные. Но я хотел бы уточнить, это указивка, как принято говорить, Федерального министерства науки и высшего образования, и финансируемо оттуда, или это инициатива руководства Казанского федерального университета, вот, о повышении окладов? Понимаете, президентом страны была поставлена задача, которая заключалась, простыми словами, в том, чтобы нужно ее поднять и сделать достойным, чтобы преподавательский состав высших учебных заведений чувствовал достаточно комфортно себя, и данная заработная плата должна была быть равна двум по экономике. В среднем по экономике региона. Значит, есть разные подходы к повышению заработной платы. Значит, просто путем различных доплат поднимают среднюю заработную плату. Но при этом всегда, и об этом неоднократно при встречах, и вы задавали вопрос, это как средняя температура по больнице, да? Поэтому было принято решение, и это уже второе решение за этот год, что мы поднимаем базовые заработные платы, то есть базовый оклад, чтобы и люди, устраиваясь на работу, знали, что вот минимум за ставку гарантированно они получают такую заработную плату. Значит, никакого дополнительного указания не было, нынешнее повышение, хотя мы и в прошлом году, и мы мониторим исполнение указа ежемесячно, мы с этими как бы цифрами справляемся. Но мы пошли по другому пути еще раз. Я хочу это подчеркнуть, чтобы было принято решение, это чистая инициатива ректората увеличить базовую составляющую. Но намного или мало, значит, все зависит от того, в каких измерениях все это вычислять. По крайней мере, если бы мы кому-то сказали, что на эту сумму будет снижена заработная плата, так, никто бы нас не понял. Ну, вы знаете, как люди настроены, а могут и повышение не понять, но уж понижение-то точно все не поймут. Вот за любым решением стоит какой-то конкретный импульс. Я понимаю, конечно, задачу, которая поставлена в масштабах Российской Федерации президентом Путиным, мы должны обеспечить не только по работникам вузов, но и по некоторым другим бюджетным категориям, там, превышение в полтора-два раза средние зарплаты по региону, по тому или другому региону. Самое главное, как только указ выполняется, так средняя зарплата по региону опять увеличивается. Поднимается, да. То есть, подняли учителям школ, врачам, средняя по региону опять поднялась. То есть, это говорит о том, что этот запущенный механизм, он работает постоянно, должен работать постоянно. Ну да, ну вот, если говорить о некоторых конкретных деталях, вот я посмотрел, я уже упоминал эту проектировку или как там, по-другому можно сказать, презентацию, которая подготовлена вот нашим финансовым департаментом, из нее получается, что по ППС, профессорскому преподательскому составу и научным работникам, добавка к окладу составит в абсолютном исчислении полторы-две тысячи. По АУП, административно-управленческий и другой персонал, 500-600 рублей. До эфира, я уже об этом упомянул, вы показали мне немножко другой документ. И вот хотелось бы более, это, по-видимому, у вас более свежие или более точные данные. Если говорить в абсолюте, вот, ну, среднюю категорию возьмем, да, настоящих доцентов. Может быть, от них вот в качестве иллюстрации. В процентах и в абсолютном исчислении. Что это такое? Мы ведь исходим из официального уровня инфляции, который объявляется, да. Вот он за первые полугодия, это, я еще раз говорю, я не говорю то, что происходит в реальной действительности, а то, что официально было объявлено, это 2,8%. Ну, пусть будет 3. Мы посмотрим, какой будет итог года. И, скорее всего, об этом мы узнаем где-то в конце или во второй половине первого квартала. Итог года по инфляции? Да, итог года по инфляции официально, который нам будет озвучен. И мы как-то договаривались на ученом совете, что по мере возможности мы всегда будем учитывать уровень инфляции и стараться поднимать базовые компоненты заработных плат на этот уровень. Я вам приведу пример маленький, значит, который говорит об абсолютных цифрах. Вот по итогам 8 месяцев, значит, средняя заработная плата докторов, наук, профессоров, то есть по категориям, да, профессор, доктор наук, значит, по итогам 8 месяцев составила в университете 80 тысяч 145 докторов, докторов наук, да. Конечно, могут сказать, а вот мы получили только 50 тысяч, кто-то получил за 100 тысяч. Вот чтобы этих споров не было, мы поднимаем базовую составляющую, это при условии базы докторов наук 50 тысяч 558. Они будут получать 53 тысячи 86, значит, при условии поднятия на 5 процентов вот этой базовой, да. Мы, еще раз хочу подчеркнуть, мы поднимаем базовую, мы не говорим, а дальше все премиальные премии, надбавки, доплаты, они осуществляются, исходя из базовой части. Вот еще один пример. Вот заведующий кафедр, их тоже у нас более, ну, достаточно много, более 300, да. Заведующий кафедр и средняя заработная плата по итогам 8 месяцев была 109 тысяч 182. Я вот выписал себе, а при базе 60 тысяч. Вот у заведующих кафедр база будет 63 тысячи, это уже на 3 тысячи. Вы задали вопрос, доцент, кандидат наук, да, доцент, кандидат наук, средняя зарплата по 8 месяцам была 64 тысячи 920. А клады надбавки? Да, ну, гранты, то есть университет ведь это инфраструктура, которая дает возможность людям, участвуя в разных грантах, выполняя хозяйственные договора с компаниями, зарабатывать. Так вот, у доцентов средняя зарплата, я уже сказал, что у кандидатов наук 64 тысячи 920 была по итогам 8 месяцев. При базе, то есть минимальные оклады у них были 40 тысяч 72, будет 72 тысячи, то есть 42 тысячи 0,76, то есть на 2 тысячи поднимается. Получается, в среднем оклад составляет около 60-70% от целокупного заработка, да, в зависимости от разных позиций. Совершенно правильно, мы к этой цифре должны прийти. У нас базовая зарплата должна составлять не меньше 60%, но это в среднем по категориям. В действительности у кого получается как, да, то есть у людей получается по-разному. Как активнее чем? Ну, я условно, да, база 50 тысяч, я условно говорю, они активно работают и получают в среднем 100 и больше. У нас очень много молодых ребят, кандидатов наук, у которых средняя заработная плата по прошлому году вышла более 200 тысяч рублей. Конечно, можно сказать, это хорошо, но ответить на вопрос, это много или мало, это тоже условно. Все зависит от того, с кем сравниваешься. Ну да. Александр Анатольевич, вот это мы сейчас более-менее детально разобрали на примерах. В процентном отношении, в абсолютном выражении, что значит это прибавка окладов. Если суммировать цену вопроса для университета, подняли на 5% в совокупности, сколько, грубо говоря, Райса Арифовна должна приготовить, какой бешок? Во-первых, Райса Арифовна ничего не готовит, это зарабатывает коллектив университета. Райса Арифовна, она как человек, ответственный за этот сегмент, она должна следить за правильностью распределения этих ресурсов и стараться направлять эти ресурсы именно в те направления, которые генерируют дополнительные ресурсы, что опять-таки, в свою очередь, дает нам возможность в том числе и повышать заработную плату, улучшать инфраструктуру, закупать оборудование и так далее. Целевых денег, выделяемых на закупку оборудования либо на реконструкцию наших кампусов, практически, можно сказать, нет за этот год, но и выделялись они по очень малом объеме. Я так скажу, просто говорить, что наша заработная плата в университете большая или маленькая, надо сравнить с основной компанией, которая приносит существенный доход в бюджет республики. Если сравнить с компанией Татнефть, то средняя заработная плата в университете, она больше, чем в компании Татнефть. Мы взяли специально, посмотрели среднюю заработную плату в Елабуге, в нашем филиале, в педагогическом институте нашем. У них существенно средняя заработная плата за 8 месяцев выше, чем у НГДУ при Камнефть, который тоже там же располагается. Ну, в это, конечно, очень трудно поверить, что нефтяники зарабатывают меньше, чем преподаватели вуза. Честно, вот я вам говорю. Вы знаете, разговор не идет о топ-менеджерах. Разговор идет о средней заработной плате, которая является показателем в целом. Ну, та самая средняя по больнице, да, получается? Ну, какая разница? Там же есть люди, и работа у нефтяников все-таки, понятно, в физическом отношении ее не сравнить с заработной. То есть с работой преподавателя. Мы все-таки с вами работаем в тепле, в уюте. К уюту тоже можно по-разному относиться. Можно сказать, вот чего-то нам еще мешает, да? Но тогда надо почаще посмотреть в зеркало и сказать, извини, а я-то что сделал для своего родного учреждения, либо для университета? Я хотел задать этот вопрос в самом начале, но вы сами к нему подвели. Я понимаю, что это не окладов, по идее, должно касаться, а как раз стимулирующих надбавок. Но на 5% повысилось. Почему на 5%, скажем? Только от инфляции вы считали? Или, я повторю вопрос, в совокупности, какие затраты понадобятся университету для того, чтобы оклады выросли на 4-5% у персонала? Ну, намного больше, чем 100 миллионов. Но вы не хотите называть конкретную цифру. Дело в том, что эта цифра, вот любую цифру конкретную, которую я называю, там, может быть, на 2-3 единицы потом будут отличаться. Мы выплатим, и в ноябре я смогу сказать, сколько, какое увеличение произошло за счет увеличения базовой части. Предварительно можно сказать, что это более 100 миллионов уже. Дело в том, что вычислить период только исходя из увеличения базовой части проблем больших нет. Но я еще раз хочу повторить, что все надбавки и все премиальные выплаты, они исходят из базовой составляющей. И будет зависеть от того, как в логовом размере мы будем выплачивать премию. Все говорят, и уже к этому тоже большинство привыкли, что премия бывает там ежеквартальные, к праздникам. Но это тоже зависит от того, как сработал университет целом. У нас немаленький коллектив, у нас более 10 с половиной тысяч работающих в университете. И разговор ведь идет о том, что все сотрудники должны почувствовать это увеличение. Кстати сказать, о периодичности вы упомянули ежеквартальных, там полугодовых, годовых премиях и так далее. Если мне память не изменяет, это ведь не первое повышение. Это второе повышение. Это второе в этом году. Первое было примерно на 3% в начале года. Но мы все исходили из уровня инфляции. И самое главное, из возможности, вот мои коллеги тоже говорили, зачем мы повышаем базовую часть, хотя человеку разницы нет. То есть мы регулируем доплатами. И там деньги, тут деньги. И более того, когда регулируешь доплатами, можно смотивировать человека выполнять те или иные дополнительные работы. Но весь вопрос в том, насколько объективны эти мотивационные доплаты. То есть мы подходили при реализации программы повышения нашей конкурентоспособности, так называемой программой 5 топ-100, исходя из тех факторов, которые влияют на продвижение в рейтингах. И, в частности, по публикации. Мы за эти работы выплачивали. Теперь, значит, многие журналы выпали из скопусов. То есть они перестали реферироваться. Они не ранжируются уже. А людям мы уже выплатили. То есть эти статьи, они не то что не продвигают нас в рейтинге, они ухудшают наши позиции в рейтинге. При сегодняшнем подходе и регламенте топовых агентств. То есть изменились ведь правила игры, получается? Ну, правила игры, к сожалению, особенно «Таймс» за период последних двух лет, меняют уже второй или третий раз. Более того, есть журналы, которые решили аккредитацию, будем употребим это слово, да, скопус, они в течение года выпали, а в этом году опять их восстановили. А как к таким ситуациям относиться? Да. Там идет борьба внутренняя, поэтому есть открытые журналы, и журналы, доступ к текстам которых только платный, да, и мы записываемся, мы год где-то до 50 миллионов рублей ежегодно тратим на разного рода электронную подписку. Поэтому, когда регулируешь мотивирующими факторами заработную плату, то очень тяжело учесть все факторы. Объективные вклады учесть. Одни люди занимаются воспитательной работой наших студентов, другие люди приходят и просто проводят занятия, третьи люди в основном занимаются научными исследованиями и особого внимания не обращают на образовательный сегмент, да. И те, и первые, и вторые, и третьи преподаватели. Да. Поэтому мы будем ужесточать конкурсные, как бы, требования преподавателям для того, чтобы отобрать именно тех, которые соответствуют требованиям университета сегодняшнего дня, но и в то же время, я думаю, мы и дальше будем повышать базовые составляющие заработных плат. Потому что, когда человек приходит на работу, мы же не знаем, в каких направлениях он может себя проявить. Да, но он доктор-наук-профессор. Мы его берем на эту ставку, и мы ему говорим, что вот мы будем вам минимум платить, я условно говорю, 53 тысячи 86 рублей. А дальше зависит от ваших способностей. Мы довольно детально говорим о заработках, об окладах научных работников, преподавателей. Но я думаю, студенты и аспиранты меня не поймут, если я не спрошу, а что с их стипендиями? Ну, тоже повышены на 4%, они уже должны были получить. С какого месяца? С сентября? Да, по-моему, с сентября они должны были уже получить. Ну, если вдруг по каким-то проблемам там, то получат в октябре. Там тоже совершенно разные суммы в абсолютных цифрах. Но вот мы с вами уже как-то говорили, надо подумать, вот сегодня буханка хлеба сколько стоит, да? Очень разные буханки. Ну, и разный уровень повышения. Но в любом случае, даже если буханка стоит 50 рублей, да, 30 и выше, то поделите 3000, либо 2000, это нормально получится количество. Можно еще, как на Руси принято, в бутылках водки посчитать. Ну, бутылка водки это не обязательно атрибут сегодня. Но у нас так часто считают. Водка тоже повышается, и хлеб повышается, исходя из инфляции. Жидкая валюта. Хорошо. Вот из всех категорий, которые, может быть, мы сейчас перейдем от чистого финансового, хотя они не являются чистым финансовым, ничего лабораторно чистого нет, конечно. Я обратил внимание на то, что вводится должность декана высшей школы института Казанского федерального инститета. И там, кстати сказать, по этим людям, которые займут эту должность, у них приличная такая, резкая такая прибавка будет с 1 октября 25%. О чем и о ком идет речь, Александр Равкадович? Поясните, пожалуйста, что за деканы у нас появляются. Вы знаете, в свое время, когда мы форматировали университет, мы одноименные, однопрофильные факультеты сливали в институты. То есть вот у нас получилось, ну давайте возьмем институт международных отношений. Мы там объединили институт востоковедения международных отношений, факультет исторический, который был в университете, и институт иностранных языков, который выполнял функции, в общем-то, межфакультетские. То есть основной задачей данного подразделения было связано с преподаванием тех или иных языков в наших институтах или в наших подразделениях. И чтобы эти три структуры сохранились за собой и администрировались внутри института, были введены так называемые высшие школы. То есть высшая школа международных отношений, вот в институте международных отношений есть высшая школа международных отношений востоковедения, высшая школа истории и высшая школа... То есть такая внутренняя специализация. Да, это внутренняя. Но по действующему законодательству руководители высших школ не входили в преподавательский состав. То есть как административные работники? Да, они были как административные работники. И поэтому их зарплата базовая не подвергалась повышению ни в первый раз, поскольку мы там в приказах написали, что увеличим только ППС, ни сегодня они бы не подходили. А заведующие кафедры, которых достаточно много в составе высших школ, им подняли. И получилась такая ситуация, что у руководителя высших школ заработная плата существенно ниже, чем у заведующих кафедр. И вот это несоответствие, мы в этот раз убираем. Значит, они будут называться руководителем высших школ, но статус у них будет, как у декана факультета. Декан факультета уже входит в ППС. Это же не только с зарплатой связано, это связано все и с количеством отпускных. Допустим, у них было 28 дней календарных опросов, будет 56. Хороший календарный отпуск. Все понятно с этим. Мы потихонечку вот этот блок завершаем, но я не могу не спросить. Видите, вы упомянули в начале разговора о программе 5 ТОП-100. Она подходит к концу. Насколько я понимаю, в конце этого года должен заседать Международный Совет. Или в начале следующего. В октябре будет, в конце октября. Вот этого, в этом октябре. Такой, можно сказать, обобщающий, да, сегодняшнюю нашу беседу вопрос, чего вы ждете от этого заседания и каким образом, с какой энергетикой или с каким темпом университет выходит на финиш, потому что 2020 год он прилетит, мы обернуться не успеем. Я думаю, мы во время встречи с президентом страны, с Владимиром Владимировичем, в этом году на площадке Петербургского политехнического университета имени Петра Великого, значит, подняли этот вопрос. И было сказано, что программа продлится. Другое дело, как поменяются параметры, поскольку совершенно очевидно, что тот уровень финансирования, который дает данная программа, недостаточно для того, чтобы наши университеты в полном объеме могли конкурировать со своими партнерами, как сейчас модно говорить, за пределами нашей страны. Поскольку уровень финансирования, конечно, совершенно разный. Более того, мы озвучивали этот вопрос тоже, у нас достаточно много ограничений. В частности, могу сказать, что в вопросах вступления организации частного государства на подместку мы тоже связаны по рукам и ногам. Законодательные ограничения. Законодательные ограничения, которые являются сдерживающим фактором. И совершенно очевидно, если понятно, у государства не хватает ресурсов на всех, но тогда нужно дать возможность бизнесу вкладывать в университеты на тех или иных условиях. Для этого у бизнеса должен быть интерес. Для этого у бизнеса должен быть прямой интерес. Либо мы должны часть наших исследований направить на увеличение конкурентноспособности этих бизнес-структур, либо какие-то должны быть преференции для бизнеса, которые вкладывают в систему высших учебных заведений и в целом систему образования. Потому что разговор о том, что этот бизнес платит налоги и потом перераспределяется, в том числе и высшим учебным заведением, он в данном случае не срабатывает. Я приведу маленький пример. Очень удачный грант, так называемый грант согласно постановлению правительства Российской Федерации за номером 218. Там ведь что сделали? Там, чтобы бизнес мотивировать, начали деньги давать бизнесу. А бизнес уже вместе с университетом участвует в реализации тех или иных работ научно-исследовательских в пользу этого бизнеса. И эта работа должна привести к увеличению выручки этого бизнеса. То есть, по сути, к улучшению его конкурентноспособности в мире. Но вначале вопрос стоял таким образом, что давайте мы дадим университетам, они будут работать на пользу тех или иных компаний. Но что значит дадим? А кто определяет, кому дать? И сколько. И сколько. Ну, сколько там сумма была определена по постановлению правительства? А вот кому и за что? Как человек, сидящий там в том или ином кресле чиновниче, может знать, что нужно, допустим, Нижнекамскому нефтехиму, либо Оргсинтезу, либо Татнефть. Вы сейчас в уме перебирали количество чиновников, которые могут решить, кому дать. Поэтому всегда, и как оценить эффективность? А когда предприятие вначале делает свой износ, осознанно, а потом по отчету ему возмещают половину этой стоимости, тогда в качестве экспертов выступает уже само предприятие. И они решают, с кем им идти и как идти. И здесь точно такая же ситуация была бы. То есть, если бы разрешили бизнесу вкладывать, то напрямую, и при этом бизнес имел бы от этого определенные преференции в качестве участника этих проектов, то была бы совершенно, наверное, другая ситуация. Вот посмотрите, у нас такие примеры есть в республиканских клиниках, когда частный бизнес покупает там оборудование, в частности МРТ, дорогостоящее, и использует его вместе с клиниками. Клиника обеспечивает поток профессиональных врачей, партнеры бизнес-структуры покупают тяжелые дорогостоящие оборудования и ставят клинику. Ну, вот это ваша позиция, в общем, известна, вы ее неоднократно высказывали, вот о том, что необходимы эти законодательные барьеры, которые препятствуют интеграции реальной, да, или многофакторной такой интеграции между вузами и бизнесом. И вы сейчас упомянули, что вот на площадке этого политеха питерского вы разговаривали, и Владимир Владимирович заверил, что программа 5 топ 100, может быть, там немножко в другой конфигурации, но будет продолжиться, на 2020 году все не заканчивается. Более того, многие страны мира только-только еще вступают в эти аналогичные проекты. Кто-то раньше наступил, кто-то позже. Россия вступила в 2013 году. Я хотел вот о чем, почему я это перечислил сейчас, а, как говорится, ну вот в 2012 году, в 2010 году, там, когда вы поднимали, может быть, впервые этот вопрос, придя в качестве ректора, но ни Дума, ни какие-то другие институты, которые могут выступать с законодательными инициативами, насколько я понимаю, никакой инициативы не проявляют в этом направлении, инициативы-то реальные. То есть ВОЗ, как принято говорить, он как был, он и ныне там. В основном, да. Хотя определенные подвижки есть. И вы знаете, вот мы долго, вот мы сегодня с одной из компаний в области фармацевтики организуем совместный, как бы, бизнес, да. Но для университета этот бизнес будет использован как опытное производство. Дело в том, чтобы выйти на клинические исследования, эти препараты должны по определенным требованиям быть созданы или выпущены. На больших заводах никто на это не идет. Почему у нас, как бы мы не хвалились, выход собственных препаратов, все-таки инновационных, я имею в виду, не дженериков, в России идет очень медленно. Потому что очень много ограничителей, которые были давным-давно введены, там, 90-е, нулевые годы, исходя из того, что вот вдруг возьмут и начнут выпускать на гора всякий некачественный продукт, да. И говорили, нет же проблем, будем покупать у наших партнеров, мы нефть продаем, деньги зарабатываем, и вот купили. Что-то продаем, опять зарабатываем, и опять купили. Понимаете, этот принцип работает, когда свободный рынок. Но свободного рынка никогда не было и не бывает. То есть, каждая страна лоббирует собственные интересы, и сегодня это очень хорошо мы видим на примере президента Трампа. Как бы его ни критиковали, но... Вообще ярый компразивник глобализма. Он защищает интересы собственной страны и собственных товаропроизводителей. И, по сути, так же поступали все. И сегодня мы можем дать определенную оценку тех лет, которые прошли. Вот недавно была передача, и выступал один из политических деятелей Грузии, когда ей начали задавать вопросы. А вот вы же всегда от России отстранились, пошли в сторону Запада. Она ответила очень красиво. Нино Бурджуна. Да, она очень красиво ответила и сказала. А Россия тогда тоже все на Запад смотрела. Слаба была Россия, да. Ну, слаба не слаба, но смотрела на Запад, и мы все время думали, что все будет хорошо. Хорошо. Понимаете, это и в бизнесе так, и в стране так, и везде. Мы должны иметь собственное производство, и собственные научные центры, и собственные университеты. И, в принципе, наши университеты ничем не хуже, чем западные. Мы же много ездим. Другое дело, как они оцениваются. Ведь все эти компании, они частные. Косет, тоже частные компании. Таймс, тоже частные компании. Они тоже должны зарабатывать здесь. Они, во-первых, для них это дополнительный бизнес. Во-вторых, отношение Англии к нашей стране известно, да. И почему они должны наши университеты оценивать очень хорошо. Если, понимаете, вот все разговор идет, весь разговор должен идти по понятиям эффективности. Сколько вкладывается, какой результат получается. Так вот, по эффективности, наш университет один из лучших в Российской Федерации. Вот вы говорили об итогах. И здесь, конечно, большая заслуга, во-первых, программы федерального университета, которую мы реализовали в течение первых пяти лет. Она подкреплялась финансовым. Сейчас программа реализуется, но без финансового подкрепления дополнительного. В 2013 году мы приняли участие и получили право участвовать в проекте 5 топ-100, так называемый. По-разному у нас складываются результаты. По одной простой причине, что вот сейчас правительство и наш учредитель, новое министерство созданное. Она начала задаваться вопросом, а что такое вообще ведущий вуз России? Это что такое? Везде употребляется термин ведущий вуз. А вот четкого определения его нет. И вот сейчас мы сегодня обсуждали этот вопрос, хотим дать собственное определение. Это важно вообще, как называться? Ведущий, не ведущий. Понимаете, это очень важно, потому что в зависимости от этого ставятся баллы при участии в получении разных грантов. Есть классические университеты. Это вот как Московский университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Казанский, Уральский и так далее. Хотя даже Уральский классический университет и мы разные. Федеральный университет имени первого президента, Уральский, он организовался за счет сияния двух университетов и все. То есть объединили политехнический и классический. Мы же взяли достаточно большое количество вузов, которые были чисто гуманитарные, социогуманитарные. И второе направление, это тоже университеты типа МФТ, это Бауманка, Месси. Ну, технические, по сути. Да, это по сути. И вот тогда надо назвать классические и технические. То есть классический университет и технический университет. И по-разному относиться к ним, и по-разному их сравнивать. Когда весовые категории борцов на ковре выходят, там говорят, вот чемпион мира в такой-то весовой категории, да, а потом только на абсолютную идут. Поэтому нельзя сравнивать то, что в принципе в основе имеет разный базис. Это понятно. Никто же не сравнивает среднюю школу с высшим университетом. Или, например, классического боксера и какого-нибудь там ММшника, который смешанное единоборство. Мы немножко так внешне вроде бы ушли в сторону от изначально заявленной темы, вот этой вот повышения окладов, в каком-то смысле повышения благосостояния сотрудников Казанского университета. Но если подумать, в общем-то, вы сейчас рассказывали о том, как непросто зарабатываются деньги для того, чтобы хоть что-то, хоть насколько-то повысить. Вы знаете, меня часто критикуют и говорят, вот ректор Гафуров, как пришел в федеральный университет, так стал все время любые действия измерять с точки зрения их финансирования. На самом деле, наверное, это так. Не только финансирование, наверное, но измерять, да. А по-другому? А тогда скажите, есть какой еще другой измеритель, который однозначно показывает востребованность всех наших действий? Александр Равкатович, я ведь гуманитарий, я вам сейчас скажу, душа, восторг. Ну, я вам тогда скажу, что душу тогда... Давайте так сделаем. Подняли заработную плату на две души. Ну да, да, да. Юрия Прокопьевича Алаева, да? И дышите воздухом и душой. Воздухом свободы, я бы сказал. Да, вот понимаете, все равно в любом случае у нас мир, он материальный. Это понятно. И материальный достаток дает возможность заниматься и любимым делом, и душевными делами, в том числе. Да, да, развитым духовным, да. Поэтому можно о чем угодно говорить, как угодно, но борьба за ресурсы, она всегда дает людям, работающим, определенную свободу действий и возможностей. Вот сейчас часто задают вопрос, а вот насколько адекватно было поднятие всего на 4%, я не говорю об студентах и других, а именно категории аспирантов, что это уже достаточно взрослые люди, им нужно заниматься наукой. Но вопрос открыт на сегодняшний день. И когда мы учились, стипендия аспирантов тоже была небольшой, да? И тоже была недостаточной для того, чтобы жили. Там другое является мотивирующим. Это защита квалификационной работы, да, то есть аспирантура, мы ставили себе задачу, что вот за 3 года защитить кандидатскую диссертацию, потом получить возможность занять определенные позиции, как преподаватели, либо научные сотрудники. Это, как говорится, алгоритм советских времен. Ну, сегодня и тогда, если ты был состоятельным, особенно в естественно-научном блоке, в гуманитариях это делать тяжелее. А нужно всегда работать по хозяйственным договорам и одновременно выполнять, либо выполнять какие-то гранты в качестве исполнителя и одновременно вести свою научную работу. И в этом случае я могу привести достаточно большое количество примеров, когда аспиранты зарабатывают больше, чем доценты. Все зависит, потому что у доцента идет много времени на преподавательскую работу. Понятно. Я, наверное, время у нас подходит к концу в эфире. Я просто хотел бы подытожить из всего, что было сейчас сказано. И я так понимаю, что вот эта вот стратегическая линия, мы сейчас говорим, возвращаемся к началу беседы, вот к обеспечению, финансовому обеспечению, зарплатам, заработкам. Она все-таки привязана исключительно к, или главным образом, не исключительно, но главным образом, к показателям официальной инфляции. И стратегический параметр – это задача, которая была поставлена майскими указами еще 2012 года и, в общем, подтверждена очередным майским указом. Это обеспечивать уровень доходов работников науки, вузов на уровне двукратным к средним доходам по региону. Юрий Прокопьевич, наверное, можно чуть по-другому сказать. Наша задача – стать более конкурентоспособными на рынке образовательных услуг. И для этого мы должны иметь достаточно хороших, качественных преподавателей. Хороших, качественных преподавателей мы можем иметь только на рынке труда общим. И здесь мы должны дать людям лучшие условия, чем в других вузах, в том числе и в республике. Тогда я не могу не спросить, Казанский федеральный университет второй раз за год повышает базовые оклады, да? Так, степ-бай-степ. Многие ли вузы делают так же? Пока я такой информации не имею, даже как председатель Совета Ректоров. Хотя по действующему законодательству все вузы должны в два раза увеличить заработную плату среднюю, не базовую. Среднюю заработную плату по экономике. Достигается разными путями. Кто-то переводит на четверть ставки, кто-то на полставки, кто-то на 0,75 ставки. При этом многие преподаватели выполняют те же функции. А вот перевод на базовые, он как бы решает таких возможностей регулировать этот параметр. Поэтому мы должны довести 70% доли заработной платы от среднего, чтобы это была базовая составляющая. То есть это стабильные компоненты доли заработной платы. Другое дело, конечно, тогда уже случаются требования преподавать. Это не говорит о том, что у них нагрузки увеличиваются. Но вот как вы говорите, когда люди просто приходят на работу на 2-3 часа, у нас же рабочий день с одной стороны не нормированный, а с другой стороны никто никого не контролирует. То есть человек пришел, отвел занятие и может уйти. И это один подход к работе. Другой подход, когда человек провел занятие, оставшаяся часть работает дальше со студентами, проводя разные мероприятия, как направление воспитательной работы и занимаясь в том числе и научной деятельностью. Вот я почему говорю в том числе научной деятельностью, потому что все-таки по даже госзаданию основную сумму от федерального центра мы получаем на образование. И совсем небольшую сумму мы получаем на проведение тех или иных научных исследований. Все остальное мы выигрываем, либо зарабатываем через гранты, либо хозяйственные договора напрямую выполняет тот или иной заказ наших предприятий. И причем не только наших, но и зарубежных сегодня компаний. Что меня радует. Понятно. Давайте на этой ноте мы сегодня завершим, Александр Равкатович. Я, честно сказать, даже не ожидал, что получу настолько развернутые, детализированные ответы на вопросы. Я полагал, что мы с вами минут 15 поговорим, вы расскажете про оклады. Но реалии таковы, что действительно простые цифры, таят за собой очень много ответвлений, сложностей, многогранных конструкций. Спасибо вам большое за то, что нашли время ответить на вопросы. Ну и я надеюсь, атеисты на меня не обидятся. Дай бог, Алла Берса, все будет в порядке с развитием университета и в дальнейшем. Университет жил. 215 лет на следующий год мы будем праздновать. Кстати, сейчас мы готовимся, готовим рабочую группу. И еще 215 лет. И я думаю, и дальше будем жить. Дай бог, дай бог. Спасибо. Спасибо. Я напомню, что это была программа «Акцент». Мы начали говорить с ректором Казанского федерального университета Ильшатом Равкатовичем Гафуровым о повышении базовых окладов. А закончили, в общем, как вы видите, стратегическими устремлениями, установками и надеждами и уверенностью, что важно, не только надеждами, но и лучшее будущее Казанского федерального университета и вузовской науки Российской Федерации в целом. Спасибо за внимание. До новых встреч. До свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok